Киностудия Оловнур Медиа представляет Кто ты такой? Напомню тебе, я твой муж, я глава этой семьи Тоже мне муж Если ты глава семьи, тогда обеспечивай свою семью Начальник имеет свою машину, свой дом Его жена окупается в роскоши, а я что? Его жена не водится в холодной воде А у тебя что есть? У тебя есть только никому не нужная и бесполезная честь Перестань, заткнись же Когда же ты закроешь свой поганый рот? Да, у меня есть честь Слава богу, что она у меня есть Чёрту твою честь, какая польза от неё? Для будущего наших детей нужны деньги Слышишь? Большие деньги Угомонишься или нет, а? Нет, не угомонюсь Я тебе столько раз говорил, не ори на меня перед детьми Это плохо повлияет на их психику Ты вообще осознаёшь это? Тоже мне психика Ты у нас великий психолог Всё, что ты умеешь, это читать нравоучения Наш психолог Замолчи, я тебе говорю Нет, не замолчу Не ори на меня Да, теперь я буду работать И если ты не умеешь толком зарабатывать, я буду работать вместо тебя Работай, иди работай Хм, ты иди к чёрту Ты должен думать, как заработать Всё, молчи Ты нищий Заткнись Не плачь, дёченька Не плачь Всё будет хорошо Ты не обращай на нас внимания Всё наладится Вот увидишь Не плачь, милая Ладно? Ладно Ну-ка Дочка Иди сюда Займись посудой Ладно ЖЕНСКОЕ КОВАРСТВО Могли бы ещё посидеть Ты чё торопишься? Да нет, мне пора Детей оставила у брата Ну ладно Поцелуй их Да, конечно Барно? Да Только так я могу тебе помочь Остальное зависит от тебя Тогда я должна была уехать с тобой, Шахло Я сама виновата Ещё не поздно Просто действуй Дай Бог, в этот раз обязательно поеду Заодно и мужу уговорю Шахло Ты пока всё уточни, ладно? Вот это другое дело Теперь правильно думаешь Если поедете вдвоём, заработаете вдвое больше Отлично У нас получится? Конечно, получится Дай Бог, всё будет хорошо, правда? Ты не переживай Всё будет отлично Дай Бог Вот увидишь Ну ладно, я пошла Спасибо тебе Ладно, пока Созвонимся? Конечно Да сейчас всем своих проблем хватает, сестра Думаю, кому ещё я могу оставить детей А как твоя мама? Ещё и твоя свекровь, сёстры Если они не помогут в такой трудный период, то тогда кто? Я договорилась с соседкой, чтобы она присмотрела за ними за один миллион в месяц Тогда в чём проблема? Муж против Злиться, потому что я собираюсь оставить тех соседки, когда есть родственники Он прав Когда у тебя есть брат, зачем просить помощи у соседки? Например, можешь оставить мне? Я сама позабочусь о них Если я не помогу в такой момент, было бы здорово Я бы отправила эти деньги тебе лучше Слушай, за продукты буду платить отдельно Да нет, я не имела в виду деньги, сестра Не говори так Я бы всё равно платила эти деньги кому-то Да, ты права Да Значит, будешь платить один миллион ежемесячно, да? Да, миллион Мало, что ли? Да нет, конечно Может, твоему брату не скажем? Он может не согласиться, может подумать неправильно Я об этом Да Ты права Так будет лучше Ага А когда вы собираетесь уезжать? Примерно на следующей неделе Понятно Хорошо Хорошо, что мы договорились Я иду О, Шахлоа Как ты, как дела? Ну, заходи Твой муж согласился или нет? Вот уже несколько дней ссоримся из-за этого Я ему каждый день объясняю Ты же знаешь, он очень упрямый Послушай меня Жалко на тебя смотреть Да, я знаю Что я могу поделать, Шахло Есть Дорожные расходы Как мы их будем платить? Может, занятию брата? Ты не проси Пусть муж попросит Твоему брату будет неловко перед своим зятем Как-то не хочется Мне самой неловко Ты же знаешь, он очень гордый Тогда продолжай жить так Спустя рукава Не говори так Дай мне ещё два дня Я его уговорю Да сколько дней уже прошло Мы бы уже доехали Не злись, пожалуйста, Шахло Я обязательно уговорю его Это твой последний шанс Да Иначе я сама полечу Или найду кого-нибудь другого Нет-нет Я же говорю Сегодня обязательно его уговорю Поторопись Я тебе в последний раз доверяю Может, зайдёшь? Да нет, спасибо Ассалам алейкум Алейкум ассалам Добрый день, папа Как вы, мои милые? Хорошо, да Что случилось? Почему вы такие грустные? Папочка, мы хотим с вами поговорить Да ну И о чём же поговорим? Выкладывайте Вы собираетесь оставить нас и уехать? Откуда вы это взяли? Мы всё слышали Нет, звёздочки мои Вы нас не обманываете? Я ещё не дал согласия вашей маме Вы ведь не позволите нас оставить Нет Как я могу оставить моих принцесс От них, милые мои? Идите, докончите свои дела Давайте Хорошо Анвар Последние дни я тебя слишком много беспокою Не отниму у тебя много времени Ничего страшного Не говори так Как я могу не уделять время своей родной сестре? Я уже поговорил с твоим мужем Да Но я пришла по другому делу Да, я тебя слушаю Сабир вдруг решил поехать в Россию И подработать там Понятно Он что, один собирается уехать? Нет Мы вместе собираемся Почему вдруг так решили? Просто так вышло Нам нужно немного денег на дорожные расходы У тебя хотели попросить Ага Если, конечно, есть возможность Все ясно Хорошо Я тебе помогу, не переживай Хорошо Только Знаешь Пусть муж не узнает об этом Ладно Договорились Ты Доделай свои дела И иди Да Домой А вечером я к тебе заеду Хорошо? Ладно Как только мы устроимся на работу Я отправлю тебе твои деньги Договорились Ты сейчас не думай об этом Сейчас самое главное Чтоб вы нашли там хорошую работу Дай Бог Об остальном не думай У меня много А у меня еще больше Все это мне Все мне Зачем тебе вмешиваться в их дела? Это затея ее мужа Он глава семьи Он решает такие вопросы Да, ты права Вмешиваться в чужую семью Дело тонкое Кому они оставят своих детишек? Я только об этом думаю Не думай об этом Год пройдет Очень быстро Заработает себе на жизнь Где-то 4-5 тысячи долларов Вам, женщинам Легко так говорить Сколько людей Работают за границей? А Насчет детей Я могу присмотреть за ними Откуда столько любви? Угу Она собиралась оставить их соседке Соседке? Да Какой соседке? Та, которая живет против них А Маме дельносы? Да, ей Я так разозлилась, когда услышала об этом Зачем оставлять детей чужим людям, когда есть мы? Угу Ты правильно решила Да Девочки мои К нам придут ваши сестры Слышите? Они будут жить у нас Все вместе поиграете Здорово! Может Еще раз подумаешь Меня туда вообще не тянет Пока мы здесь будем думать Она успеет еще раз уехать и вернуться И что, там денег не останется, что ли? Она уже купила нам билеты Если не согласишься, наши билеты сгорят И мы останемся в долгу Она же за свой счет купила нам эти билеты Когда мы устроимся на работу, вернем ее деньги Но что еще нужно? Я только переживаю за будущее своих детей Если тебе нужны наши дети, соглашайся Все Если ты против, могу и сама уехать Я думаю о будущем нашего сына Эй, не будь такой наивной Не рассуждай так узко До замужества я была умницей Теперь стала наивной дурочкой Да? Я тебя не узнаю Не узнает он Перед тем, как жениться на меня, ты столько всего обещал Если ты внимательно разглядишь То обязательно узнаешь меня Вот теперь я узнаю тебя Теперь ясно, на ком я женился Надо было подумать перед тем, как обещать сказочную жизнь Если ты не в состоянии содержать семью, зачем вообще женился? Хватит Поеду куда угодно поеду Хоть в Сибирь поеду Уговорила Поздравляю, ты победила Теперь не важно, куда я поеду Бросим себя на произвол судьбы Отлично Договорились Сестра Почему ты не отправляешь деньги? Сколько месяцев уже прошло? Я знаю, но мы никак не можем устроиться Ты же сказала, что всё запланировано Да, так и было Но так вышло Даже звоню тебе с чужого номера Извини, пожалуйста А твоя подруга что говорит? Ты же ей доверяла? Она нас обманула и исчезла Ты пока присматривай за детьми Я обязательно отправлю деньги Не нужны мне твои деньги Отправит она Я что, прислуга тебе? День и ночь заботиться о твоих детях Я устала Мама никогда нас не заставляла Такие тяжелые дела делать Потерпи, осталось немного Потерпи А ну смелее Они вот уже восемь часов водятся с одной стиркой А это что? Или ты их мне оставила? Я не буду стирать ваше грязное белье Стирай 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 Тщательно, аккуратно Надо подметать Сядь и протри нижние части тоже Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Чем могу помочь? Зачем принуждать детей работать в такую холодную погоду? Причем они не одеты в теплую одежду Добрая моя Ты еще новая невестка Ты лучше думай, как служить своему свекру, свекрови, мужу Не вмешивайся в чужие дела, хорошо? Они ведь тоже чьи-то дорогие дети Ведь вы тоже мать Дать тебе хороший совет Думай о своей жизни, а не о чужих Договорились? Вы неправильно поступаете Ты сама уйдешь или мне... Тебя только не хватало Я тебе сказала Сядь и протри нижнюю часть А ты почему не нагибаешься? А не мело, что ли? Дармоеды Эй, Барно Да Есть весть от Шахло? Нет Она с тех пор не пришла Телефон тоже выключен Я тебе тысячу раз повторял минусы Всегда везде в избытке Теперь гляди на нас Что теперь будет? Почему ты вообще отдала ей наши паспорта? Она же сказала, что нужно согласие, чтобы устроиться на работу А этот прораб Петр говорит другое Мы уже два месяца пашем Они вообще не собираются нам платить Даже родным звонить невозможно Не позволяют Петр говорит, что он заранее заплатил Шахло за нашу работу И она взяла и увезла с собой эти деньги Господи Похоже, твоя лучшая подруга продала два десятка людей, как нас, в рабство Боже, нет Петр собирается платить только за нашу еду Мне так страшно Поищу работу на соседней стройке Там есть работа? Да, оказывается, есть Да Ночью с ними поработаю Может, заработаю немного денег, хотя бы позвонить детям Все по воле Всевышнего Да, да Вот тебе озера из алмазов Искупайся сколько хочешь Ты не верила в мои слова, не верила Да Собирака, цемент Сейчас Иду Хватай, хватай, давай быстрее Иду, иду Куда идете? Здравствуйте У вас ведро тяжёлое, поставьте на землю Здравствуйте 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 Как вы? Хорошо Хорошо, нормально Почему вы поднимаете такие тяжёлые вещи? Больше некому поднять, да? Никого нет Некому А вы хорошо питаетесь? Да, хорошо А вам не тяжело с домашними делами? Нет, не тяжело Ну хорошо, идите Я зайду к вам в другой раз Хорошо Идите Идёмте Зухра? Да Готовы? Да Идём тогда Посиди в машине Хорошо Гульнара Дельдора Здравствуйте, дядя Здравствуйте Здравствуйте, сладкие мои Как? Хорошо, дядя Как успехи в школе? Хорошо Вам не трудно? Нет Дядя, завтра мы хотели поехать в музей С нашей учительницей Это же здорово, Дельдора Да Ты тоже поедешь? Отлично Тогда Не отлучайтесь от учительницы Будьте Хорошо А осторожны, хорошо? Вот это тебе Да, спасибо А это тебе Умница Спасибо большое Ладно Ну, мне пора Угу Удачи вам Хорошо? Хорошо Умница Моей Береги себя, дорогой Что? Что ты усмехаешься? Ну-ка Верни деньги Немедленно Ты что так дрожишь? Моей 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Что важнее, музей или еда? Идите в школу. Тоже мне. В музей они пойдут. Ребята, все поедут в музей? Гульнара, а ты поедешь? Нет, я не поеду. Мне не хочется. Дельдора, а ты поедешь? Нет, я тоже не хочу. У них просто нет денег. У нас есть деньги. Мы просто не хотим. Ваши родители уехали за границу. Откуда вам брать деньги? Дядя нам дает деньги. Он даже дает больше, чем твой папа. Если они не хотят, то это их дело. Сами поедем. Дельдора, Гульнара, Джамиля, Диора, Амирбек. Папа пришел. Ну-ка, идите ко мне. Звездочки мои. Ой-ой, солнышко мое. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Вот это тебе. Им тоже дайте. На, бери. Это тебе. Спасибо. А это тебе. Как прошел день? Хорошо. Как настроение? Иди-ка ко мне. А вы съездили в музей? Да, конечно. Понравился музей? Да, понравился. Отлично. Давайте поиграем наверху. Пошлюйте. Иди. Идемте. Зачем покупать так много игрушек? Ты же недавно купил им. Зачем тратить деньги? Что тут плохого? Мне нравится смотреть на их радостные лица. К тому же их родители далеко. Не хочу, чтобы они сильно цисковали по ним. Ведь не ты заставил их уехать за границу. Или же они работают для тебя. Они работают для своей семьи. Или они отправляют тебе хоть малейшую сумму от заработанного. Гули, ты что несешь? Если ты постоянно будешь покупать им всякие игрушки, что будет с нашим хозяйством? Наши дети тоже подрастают. Ты думаешь о них? Ты сама слышишь, что говоришь? Мы уже должны копить деньги для них. Неужели ты это не понимаешь, дорогой? Потом будет поздно. А ты тратишь свои деньги на своих племянниц. Оказывается, весь мир на твоей шее, да? Я и не знал. Не надо было брать на себя такую ответственность. Как только они переехали к нам, я потеряла покой. Перестань. Этого только не хватало. Не делай из мухи слона. Ты лучше завари мне чай. Я очень устал. Хорошо. Прекрати свою болтовню. Потом поговорим. Ну все, я пошла. Мне теперь все равно. Сейчас трудно кормить даже своих детей. Как я могу кормить еще и чужих? Ни один, ни два, а целых три ребенка. Она не отправила ни гроша на Халка. Говорит, нет работы. А сама, наверное, копит деньги на машину. Сама напросилась лишних забот. Готовь им кушать, тирай их одежду, дармоеды. Таким дармоедам одного супа тоже хватит. Больше некому есть черствый хлеб, кроме этих дармоедов. Этого будет вполне достаточно. Я тебе покажу, как это обманывать и оставлять своих детей другим. Это мое. Нет, это мое. Отдай. Это мое. Это мое. Дай мне. Не дам. Ну все, не ругайтесь. И не жадничайте друг от друга. Ладно. Играйте по очереди. Ты что делаешь? Уйди с дороги. А ты что делаешь? Как ты посмела ударить мою дочь? Я ее не ударила. Я видела своими глазами. Ты ее ударила. Как ты смеешь? Ты что так пялишься на меня? Сядь сюда. Она не обманывает. Ты вообще не вмешивайся. Стала какой смелой. Заступаешься за нее? Две нахалки. Будет от вас хоть капля пользы. Что это? Ты почему не вытерла стол? Нет, они умеют только кушать. Дармоеды. Твоя мама обещала отправить тысячи долларов каждый месяц. И ни гроша не отправила. До каких пор я буду кормить вас? Чего ты пялишься? Я тебя спрашиваю. Ничего толком не умеешь делать. Твоя мама обещала кучу денег, а сама сбежала. Если не будешь выполнять мои указания, я тебя уничтожу. Тебе все ясно? Говори. Ты поняла меня? Возьми тряпку. Быстро. Начинай. Начинай работать. Вытри все окна наверху. А ты еще долго собираешься так стоять? Я тебя спрашиваю, сколько часов ты будешь вытирать одно и то же место? Ну что ты стоишь? Иди. Боже, какая же я наивная была. Поверила словам этой обманщицы. Дармоеды умеют только есть. А еще есть вот этот. Молокосос. Надоели. Мои принцессы, играйте сколько хотите. Барно? Да. Иди сюда. Да. На. Еле нашел. А деньги есть на счете? Да, конечно. Если будешь разговаривать покороче, денег хватит на три звонка. Поняла. Дорогой, не утруждай себя. Я пошел. Прости меня, пожалуйста. Должен помогать ребятам. Хорошо. Алло. Алло. Сестра, здравствуй. Как вы там? Здравствуй, Анвар. Хорошо, спасибо. Как ты сама? Все хорошо? Почему ты так долго пропала? Ты что, плачешь? Так вышло. Вообще не выходишь на связь. Устроилась на работу? Мы работаем за городом. Невозможно дозвониться. Что-то случилось? Как Сабир? Он заболел. Тогда немедленно возвращайтесь назад. На родине тоже найдется хорошая работа. Мы тоже стараемся. Брат, как мои дочки, как мой сын. Хорошо. Хорошо. Играю. Гульнас хорошо присматривает за ними. Если они рядом, можно я поговорю с ними? Сейчас, минуту. Мама звонит. Давайте поговорите с ней. Гульнара. Доченька моя. Ас-саляму алейкум, мама. Доченька, как ты? Гульнара. Хорошо. Как твоя сестра? Как брат? Хорошо. Не плачь, дочка. Ты только не плачь, солнышко моё. Мы очень скучаем, папа. Не плачь. Вы тоже скучаете по нам? Да, скучаем. Очень скучаем. Дочка. А когда вы вернетесь? Скоро. Потерпите. Доченька моя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Где болит? Покажи. Оф. Желудок. Живот или желудок? Этого мне только не хватало. Ешь это. Как только покушаешь, всё пройдёт. Доело всё. Тётя, если я умру, скажите маме, что я была хорошей девочкой, ладно? Подожди. Сейчас. Идём со мной. А вы посидите здесь. Я сейчас дам ей лекарства. Идём. Я же говорил тебе, но ты не послушалась меня, не поверила мне. Ты думала, что всё будет легко и просто. Вот тебе большие деньги. Вот тебе машина. Вот тебе шикарный дом. Вот тебе пылесос, новейший кондиционер. Но ведь быть дома, вместе с детьми, обнимать их, даже если кушаешь чёрствый хлеб, не лучше, чем находиться здесь. Чего только они пережили здесь. Перестань, дорогой. Не мучай меня. Да, я ошиблась. Совершила большую ошибку. Это я во всём виновата. Нет. Во всём виноват я. Из-за моей нетвёрдости. Замучила я тебя. Сейчас надо думать, как вернуться домой. Что теперь будет с детьми? Я ненарочно так сделала. Откуда я могла знать? Прости меня. Я не знала, что Шахло такая ведьма. Не нужны мне её деньги. Я хочу быть рядом с моими детьми. Я так соскучилась по ним. Это просто настоящая мерзость. Как она могла обмануть свою 20-летнюю подругу? Такая ведьма могла бы обмануть нас и в Ташкенте, и украсть там наши деньги. Зачем мы здесь? Что за мерзость? Успокойся, дорогой. Я тоже поищу работу. Найдём где-нибудь другую работу и накопим деньги на билеты. И через месяц, даст Бог, уедем отсюда. Ладно. Ладно. Теперь будь готова ко всему. Увидим всё, что предначертано нам судьбой. Но мы по-любому должны найти способ вернуться домой. Всё по Божьей воле. Ладно, я должен выйти, а не только что привезли цемент. Помогу ребятам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А ты помнишь, как мы ели плов с папой? Да, помню. Когда они вернутся, мама приготовит нам такой вкусный плов, а мы будем кушать столько, сколько захотим. Да, обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой, может, поищешь работу полегче? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы? Хорошо, спасибо. Где вы? Путешествую, брат, путешествую. Вы должны скорее вернуться. Почему? Что случилось? Вся республика ждёт вас. Ваш проект выиграл тендер. Вас назначили директором стеклозавода. Алло, вы меня слышите? А? Алло? Сабиракя, вы меня слышите? Какая польза от твоих проектов? Да ты посмотри на себя. Посмотри на свою внешность. Что с моей внешностью? Ты в плачевном состоянии. Давно не брился. Только это дело, дело, эти проекты. Твои проекты могут нас прокормить. Если не тебя, то мой народ прокормят. Ты не понимаешь, что это за проект? Я хочу, чтобы от меня была польза моему народу. Эх. Это не всё. Вам выделили квартиру и служебную машину в центре. Возвращайтесь поскорей. Мы вас ждём. Алло, Сабиракя, вы меня слышите? Алло. Алло, Сабиракя. Сабиракя, алло. Алло. Алло, Сабиракя, алло. Алло, Сабиракя, алло. Алло. Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают